Курская область уже не Россия. Украина готовится создать военные комендатуры в регионе. Тем временем Путин укрепляет Москву и, возможно, готовится бежать. А основатель российской ЧВК Паладин открыто призвал к новому бунту – к свержению власти. Об этом не только поговорим сегодня с Владимиром Миловым. Владимир, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, взаимно. Суд же официально под контролем ВСУ. Главком Сырский доложил Зеленскому о завершении поиска и уничтожении противника в данном населенном пункте. Президент Зеленский уже провел совещание по Курской области, обсудил также гуманитарную помощь и заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости. Владимир, как вам развитие таких событий? И для Путина это экономический плюс, что не нужно больше тратиться на регион или все-таки минус? Ведь в суд же есть важный объект «Газпрома». Ну, там нет никаких плюсов для Путина, потому что это такая максимально унизительная для него ситуация просто по всей вертикали российского общества, от высших слоев управления до обычных россиян. Потому что вообще вся война против Украины, она вот с точки зрения пропаганды затевалась под лозунгом «обеспечение безопасности россиян». Там выдумали какие-то ложные угрозы про НАТО и все такое прочее. Но вот люди видят, что уже два с половиной года прошло, и не только какие-то угрозы безопасности не решены, которые были выдуманы Кремлем, но наоборот война уже идет достаточно глубоко в глубине российской территории. Это беспрецедентная штука, к этому никто не был готов. Кстати, вот у нас свежие социологические данные показывают опрос Левада-центра ежемесячный по отношению к войне в Украине. Он говорит о том, что на максимальных уровнях количество тех, кто предпочитает мирные переговоры продолжению боевых действий, это 58% против 34 тех, кто говорит, что боевые действия надо продолжать. То есть, два к одному такое соотношение. Поэтому здесь сконфуженность в российском обществе после этих событий, конечно, огромная. Никаких плюсов нет. Тем более, что Путину с точки зрения чисто экономической сейчас понадобятся какие-то дополнительные и, скорее всего, очень большие ресурсы для того, чтобы направлять людей в Курскую область для дальнейшей обороны рубежей, строить фортификационные сооружения. Они ни к чему этому вообще не готовились. Я так понимаю, что вот эта главная слабость, которую воспользовалась украинская армия, это, кстати, вся история показывает то, о чем мы с вами не раз говорили, что у Путина очень большой дефицит живой силы, и что они, даже зная о том, что были скопления украинских войск на границе, тем не менее, у них просто не нашлось физических возможностей для того, чтобы туда отправить какие-то войска, для того, чтобы эти территории оборонять от каких-то возможных операций украинских сил. Вот это показывает, насколько действительно проблема дефицита живой силы сейчас горячая, поэтому в России многие заговорили о том, будет ли новая волна мобилизации. Ну, то есть, короче говоря, вызовы для Путина по всему периметру такие нешуточные. А что же касается этой станции в Судже, которая принадлежит «Газпрому», будут ли какие-то последствия для России, если ВСУ будут ее и дальше контролировать? Видите, эта станция, там вот многие комментаторы немножко ошибочно это интерпретируют, эта станция просто измерительная, то есть, там, грубо говоря, стоят счетчики, но это не простые счетчики, а это международно признанные сертифицированные измерительные приборы, по которым определяется контрактный объем. То есть, вот той же Венгрии, например, или Словакии, или Австрии, которые покупают вот этот газ, прокачиваемый через Украину, чтобы им понять, сколько они получили объемов и сколько они должны за газ заплатить, им нужны показания вот с этой станции Судже, которую «Газпром» сегодня не контролирует. Поэтому это как минимум осложнит вот расчеты и вот эти все контрактные взаимоотношения, но эта станция непосредственно не качает газ, то есть, газ закачивается в трубу для того, чтобы дальше транспортироваться по территории Украины компрессорными станциями, то есть, вот там дальше, ближе к городу Курску по газопроводу расположена такая компрессорная станция Курская, я так понимаю, до нее вооруженные силы Украины не дошли. Таким образом, газ прокачивается вот вроде как продолжает, но померить это так, чтобы это было международно признано, и вот как это записано в контракте, что измерения идут через Суджу, уже нельзя. И это, по крайней мере, зависит от украинской стороны. Таким образом, это такой довольно серьезный рычаг давления, хотя прокачка не остановится, но тем не менее, это серьезный рычаг и серьезная такая вот переговорная позиция для давления на Путина. Так что, в принципе, вот это один из таких важных итогов вот этой молниеносной операции украинской армии, что они сильно осложнили Путину вот оставшиеся газовые отношения с некоторыми странами Европы, которые продолжают российский газ покупать. «Газпром» заявляет, что бои в Курской области привели к резкому подорожанию цен на газ, намекая на выгоду якобы США от этого. События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, а еще только лето, и возникает вопрос, а кому это выгодно, заявил представитель компании Сергей Куприянов. А действительно ли сейчас цены на газ в Европе продолжают расти, и какая здесь выгода для России? Там есть некоторая биржевая реакция, конечно, на эти события, потому что действительно не просто там такие заметные объемы продолжают покупать вот этот кластер стран Центральной и Восточной Европы, то есть Венгрия, Словакия, Австрия прежде всего. Но и в этом году, надо сказать, что в первом полугодии примерно на четверть поставки газа в страны Евросоюза выросли. И, конечно, вопрос здесь в том, что поставки природного газа по трубопроводам не под санкциями, поэтому европейские потребители вполне себе могут их наращивать. Это вопрос к новому составу Еврокомиссии, почему до сих пор санкций на такой важный российский экспортный товар в Европе нет. Поэтому, конечно, вообще, если вы посмотрите на то, как ведут себя биржевые спекулянты, то они, в принципе, используют любой повод для того, чтобы попытаться нагнать цены. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это устойчиво, потому что в Европе есть где взять дополнительные объемы газа, в том числе по морю. Если биржевая цена будет несколько выше, это сделать будет проще. Это значит, что будет выгодно везти из самых разных источников. Вот физических проблем с газом, как таковым, нет. Поэтому я думаю, что, как мы с вами видели в последние два года, например, эта ситуация успокоится. То есть, это какие-то биржевые колебания, это просто такая текущая одномоментная реакция на события, когда непонятно, что там с этой суджей будет. Но в целом я каких-то супербольших рисков не вижу, потому что газ на мировом рынке есть в достаточном объеме. Австрия видит огромный риск от прекращения поставок российского газа, пишет об этом Блумберг. Экономика страны продолжает в значительной степени зависеть от импорта Газпрома, хотя спрос на газ в Австрии упал после полномасштабного вторжения в Украину. Но газ используют в ориентированной на экспорт тяжелой промышленности Австрии. Минэнерго этой страны призвала как можно скорее положить конец зависимости Австрии от поставок российского газа. И правящая коалиция Австрии говорит о том, что могут прекратить импорт российского газа уже в или к 2027 году. А что будет тогда с бюджетом России, если сейчас европейские страны, которые еще получают газ, будут от него отказываться? И как Путин собирается восстанавливать объемы продаж? Рассчитывает на Китай? Во-первых, именно доходы от экспорта газа сейчас не вносят какого-то большого вклада в формирование российского бюджета, потому что последний предвоенный 2021 год Россия 200 миллиардов кубометров экспортировала в Евросоюз. Сейчас это миллиардов 15, может быть, по году 20 в этом году будет. То есть, это несопоставимые объемы. Более чем в 10 раз экспорт упал. И надо сказать, что там они не облагаются какими-то сверхбольшими налогами, в отличие от, например, нефти. Поэтому газ каким-то крупным источником для бюджета не является. Все-таки здесь вопрос о нефти прежде всего. Что касается Китая, то здесь уже, по-моему, довольно понятно, что экспорт в Китае убыточен. Потому что как только Китай стал главным импортером российского газа, то «Газпром» начал показывать крупнейшие убытки впервые за четверть века. А по поводу Австрии, смотрите, они, в принципе, сами себя наказали. Потому что разговоры о том, что отказываться от российского газа надо примерно было тогда же, как сделали другие страны Западной Европы, та же Германия. Это было понятно давно. То есть, им все это говорили, что вот вам кажется, что вот эти покупки у «Газпрома», они вам что-то экономят. Но с этим связан гораздо более серьезный стратегический риск. Эти поставки могут прерваться по самым разным причинам. Потому что Россия находится в состоянии войны, международной изоляции и прочее. И они вот типа говорили, что нет, нас это все не коснется. Ну, в принципе, они сами сейчас из-за этого страдают. Хотя тоже посмотрим, будет ли там прерывание поставок. Правительство Австрии говорило уже в последние несколько месяцев о том, что они планируют принять конкретный план отказа от российских поставок. Такая техническая возможность там есть. Все газопроводы есть. И в Австрии есть, например, крупнейшее газохранилище Баумгартен, куда вот можно закачивать тот же сжиженный газ, привозимый морем. Это вопрос политической воли. Я думаю, многое здесь будет связано с предстоящими осенью выборами парламентскими в Австрии. И там, к сожалению, плохая новость в том, что там сейчас лидирует по опросам ультраправая партия свободы, которая известна давними связями с Путиным. И вот, скорее всего, если она будет играть важную роль в формировании нового австрийского правительства, то она затормозит вот эти вот какие-то наметки и планы по отказу от российского газа. Так что, скорее, здесь это не вопрос к российскому бюджету. Для бюджета это не очень какие-то большие суммы. Это вот, скорее, вопрос, когда Австрия, Венгрия, Словакия наконец-то перестанут «Газпромовский газ» покупать, потому что, на мой взгляд, ситуация-то уже много лет как перезрела, и делать это было давно пора. Возвращаясь к событиям в Курской области, а как вообще можно оценить экономический ущерб в регионе? Из чего он складывается? Вообще вот в этих всех регионах, которые прилегают к территории Украины и к зоне боевых действий, там надо оценивать в комплексе все последствия минувших двух с половиной лет. Потому что, во-первых, вот эти вот 11 регионов, где с момента полномасштабного вторжения в Украину было остановлено авиасообщение, это крупнейшие сельскохозяйственные регионы России, в том числе и Курск в этот кластер входят. То есть, в целом они производят более трети российской сельскохозпродукции. По животноводству, например, еще больше. То есть, известно, что крупнейшие производители животноводческой продукции, такие как тот же Мираторг, например, они очень активно в этих регионах развивали производство. И сейчас фактически это все закончено. Что в Курске, что в Белгороде. По сути дела все эти производства остались без перспективы. И производители вынуждены думать о том, чтобы их оттуда выводить спешно, потому что в том числе и часть территории уже Россия потеряла. Поэтому здесь для, например, сельскохозсектора это очень большой ущерб. Кроме того, конечно, здесь мы видим, что начинается большое перемещение людей. Все эти люди уезжают из приграничных регионов. Какой-то там работы и возможности обустроиться в других регионах у них нет. Это тоже огромные траты и так далее. Поэтому здесь в целом надо сказать, что вот эти регионы, которые прилегали к территории Украины, Путин их подставил под очень серьезный экономический удар. Они были важными прежде всего поставщиками аграрной продукции. Но, тем не менее, сейчас речь идет об их, по сути, полной эвакуации и остановке всего бизнеса. Там заместить все это дело нечем. Это какой-то, может быть, не фатальный экономический удар, но, видите, Путин создал России столько всяких разных проблем по периметру, что вот такой еще один кирпичик в этой стене, это, конечно, для экономики России мало что хорошее. Владимир, а как вы думаете, почему Путин бросил своих? Ну, как он бросил? Он пообещал якобы жителям помощь, говорит, что всем людям, которые потеряли свой дом, полагается 10 тысяч рублей. Ну, а в чем логика выделения именно такой суммы? И что за 10 тысяч рублей можно купить? Во-первых, то, что Путин бросил своих граждан, это, как бы, мягко говоря, не первый и, на мой взгляд, совсем не удивительный случай. Вот здесь многие вспоминают события 24-летней давности, когда вот как раз по такому ироничному совпадению утонула подводная лодка, которая как раз тоже называлась Курск. И вот это был, наверное, один из первых эпизодов, когда россияне, в общем-то, увидели, что Путину на них все равно. И что у него в приоритеты не входит спасение людей, попавших в какие-то тяжелые ситуации. И вообще просто он на людях не думает. И у нас в России было масса возможностей в этом убедиться. Поэтому вот его поведение совсем не удивительно. Тем более, что он вообще, если вы вспомните, он очень плох в критических ситуациях, когда его врасплох застают и происходит что-то неожиданное, непредсказуемое, он, как правило, прячется, не знает, что делать, не может предложить каких-то идей и плана действий. Дальше надо сказать, что они вообще не готовились к боевым действиям на территории России. То есть, какого-то плана для этого просто нет. Это вот мы сейчас со всей отчетливостью видим. Это такие вот хвосты, остатки общего подхода к войне против Украины, что они действительно думали, что они очень быстро захватят, я не знаю, Киев за три дня или что. Но в целом к долгому затяжному конфликту они не готовились. Это вот видно по самым разным параметрам и экономическим в том числе. И здесь у них даже не настроены внутренние механизмы. То есть, например, вот это вот 10 тысяч рублей, ничего нельзя купить на 10 тысяч рублей, там это 100 долларов. Поэтому вот эти вот все цифры, они много лет существуют как такие сухие нормативные какие-то значения. Не было ситуаций просто, в которых можно было их потестить и понять, а вот эта в принципе сумма там вообще достаточно на что-то и так далее. Поэтому они сдули нафталин с вот этих вот инструкций нормативов, там посмотрели, что у них есть. Понятно, что это вызывает дикое раздражение у людей, которые там находятся, потому что это сумма, которой там не хватает ни на что. Может, там на такси хватит проехать из какого-то одного населенного пункта в соседнюю область. Вот и все. Поэтому здесь вопрос в том, что для того, чтобы эту сумму помощи увеличить, это, во-первых, экономическая нагрузка немаленькая. Во-вторых, надо все эти нормативы менять. То есть, видно, что они просто были не готовы в принципе к такой ситуации, и она застала их максимально врасплох. Ну вот, кстати, на сайте правительства Курской области единоразовая выплата за заключение контракта, чтобы пойти на СВО, 400-500 тысяч рублей. В некоторых регионах там уже почти и 2 миллиона. То есть, на единовременные выплаты у них деньги есть? Да, потому что, но тоже, видите, они их не быстро нашли. Потому что полномасштабная война идет 2,5 года. И вот такие космические выплаты появились только, как вы помните, наверное, в последнее время, буквально в последние месяцы, что явилось ответом на полный дефицит кадров. То есть, люди воевать не идут, поэтому они вот эти ценники все время вынуждены увеличивать. Ну, они, наверное, подтянутся и по выплатам тем, кто пострадал. Хотя видно, что Путина это гораздо меньше интересует. Он с большим удовольствием направляет деньги именно на оплату тем, кто идет воевать. Но просто, тем не менее, это, во-первых, говорит о том, что его и всю российскую систему сильно застали врасплох. Вторая там интересная история. Вот вы сказали про военные выплаты, да? Но это выплаты тем, кто идет в, собственно, зону боевых действий. Как в России это называют зону СВО, да? А вот в Курской области они сейчас объявили контртеррористическую операцию. Там по законодательству выплаты совсем маленькие. Гораздо меньше. Типа там, если не ошибаюсь, 100 тысяч рублей. Конечно, им придется сейчас тоже это как-то индексировать. Но вот это еще один подтверждающий фактор, что они просто ко всей этой ситуации были совершенно не готовы. Я не знаю, на что они там рассчитывали. Но просто не только не держали войск и оборону в приграничных регионах, включая Курск, но и нормативные даже документы не додумались подправить на случай, если вот такие события возникнут. Кстати, украинские журналисты уже побывали в освобожденных регионах и говорят, что местные жители называют себя брошенными. Говорят, что их не предупредили об эвакуации, не стали забирать из опасных населенных пунктов. И поэтому им пришлось прятаться в подвалах, которые тоже не были правильно сделаны для того, чтобы можно было пережить обстрел и такое подобное. Однако сегодня местным жителям уже привезли гуманитарную помощь, еду с водой. И это, конечно же, их привезли с украинской стороны. Как вы думаете, эти люди, которые сейчас остались в Курской области, которые сейчас получают еду и гуманитарку от ВСУ, они могут поспособствовать тому, чтобы призывать своих родственников, призывать своих знакомых по всей территории России и, правда, к свержению Путина? Ну, это интересный вопрос. Вы знаете, я бывал в этих всех регионах, и там, конечно, население, которое там живет, оно наиболее оторванное от российских политических реалий. То есть, вот это люди, которые жили в танке много лет. То есть, они вообще не интересовались в принципе тем, что происходит. И это такая сельская местность, достаточно удаленная от каких-то политических событий и прочего. Поэтому очень интересно, вот как у них будет происходить такое политическое всплытие на поверхность, чтобы они реально поняли и осознали, что происходит. Я думаю, это будет иметь воздействие, потому что вот люди, которых зацепило эта ситуация, ну, это там большое количество. То есть, я бы сказал, там сотни тысяч людей, и, конечно, родственники у них по стране есть тоже. То есть, вот эта как бы волна докатится. Причем, вот вы говорите, брошенные. Это же не единственная подобная история. У нас вот что ни возьмите, вы, наверное, видели там всякие разные события, там наводнения или какие-то другие стихийные бедствия. Это вот главное слово, которое россияне всегда говорят, когда к ним подходят с камерой. Они говорят, нас бросили, властям вообще на нас наплевать. И я уверен, что это повлияет тоже на общественное мнение. Что касается свержения Путина, то здесь все-таки ситуация в другом. Что за 25 лет у власти, а вот сейчас в эти августовские дни как раз исполняется ровно четверть века, как Путин фактически пришел к власти в России, он отгородился масштабнейшей силовой стеной от россиян. И в ситуации, когда страна безоружная, говорить о свержении, я думаю, что, мягко говоря, преждевременно, потому что, несмотря на то, что Путину не хватает людей на фронте, он держит у себя дома большую армию силовиков. То есть, это сотни тысяч вооруженных до зубов людей именно для подавления каких-то возможных внутренних выступлений протеста. И если вы посмотрите на нашу внутреннюю ситуацию, то вы увидите, что вот эта жесть в отношении людей, которые высказывают недовольство, она все время усиливается. То есть, и тюремные сроки длиннее, и обращаются жестче, и дел уголовных и административных больше. Как бы экспоненциально эта цифра все время растет. Поэтому недовольство, я думаю, будет вот этой всей ситуации. Ну, вот как вы говорите, вооруженное свержение до этого еще далеко. Между этим определенная такая длинная дистанция. Ну, мы же помним бунт Пригожина. Тоже всегда думали, что до этого еще далеко. Но все-таки что-то начиналось. И вот сегодня было заявление от Георгия Закревского, это основатель российской ЧВК «Паладин». Он как раз открыто призывает к свержению власти. Он возглавляет вину за все провалы на фронте и внутренние проблемы России на власти. И на лично Путина пообещал, что после государственного переворота отменит все законы, принятые в России в последние годы, выдворит всех мигрантов, аннулирует их российские паспорта. Ну, и также он говорит, что планирует восстановить экономику Российской Федерации. Ну, и, конечно же, тоже захватить всю Украину, как, в принципе, и Пригожин тоже об этом заявлял. А как вы думаете, будет новый марш только уже имени Закревского? Ну, я думаю, уже нет, потому что сопоставимой с Вагнером какой-то самостоятельной такой вооруженной группировки нету. И я думаю, что главный урок, который Путин извлек из бунта Вагнера, в том, что он делает все, чтобы не допустить ее повторного возникновения. То есть, вот этот Закревский, это какой-то там отставной козы барабанщик, откровенно говоря, я не уверен, что у него есть какое-то влияние и возможности хоть на что-то. Мне кажется, здесь другая история. То есть, в принципе, и наша собственная история, и очень много других историй падения авторитарных режимов, она говорит вот о чем. Что изменения происходят, когда на фоне каких-то массовых выступлений протеста силовики отказываются их подавлять и отказываются стрелять в людей. Ну, фактически так или иначе на сторону людей переходят. Это может быть очень неожиданно. Мы можем вспомнить историю с Румынией 1989 года и падением Чаушеского, и много еще разных таких штук. Что мы знаем и видим и сейчас по ситуации в Курской области и по бунту Пригожина год назад, что в какие-то решающие моменты российские силовые структуры оказываются не в состоянии как-то реагировать и что-то делать в ответ на эти все события. Поэтому мы, скорее всего, в России движемся к очередной такой точке нашей истории, которых у нас было много, когда режим какой-то кажется стабильным, но в какой-то момент, когда он дрогнет, вот эти силовики, которые призваны его защищать, они не выходят это делать. Я думаю, что мы такое увидим. Вот где-то примерно, да, вы правильно приводите сравнение, год назад это было более-менее видно на бунте Вагнера, но здесь вот еще такой момент, что я знаю, что в российском обществе есть очень много людей, которые, и это даже по опросам видно, да, которые не хотят никакой войны, не хотят никакой украинской территории и очень сильно переживают и подавлены вот той агрессией, геноцидом, который совершает Путин. Я думаю, что эти люди выступят в какой-то момент, когда власть ослабнет настолько, что вот таких ежедневных и жестоких репрессий, ну, может быть, они отступят, и их будет меньше, да. Вот на этих людей стоит рассчитывать. То, что какие-то вооруженные головорезы, которые точно так же хотят захватывать Украину, там говорят, ну, это их внутренние разборки, и, как мы видим, они качественно ни к чему не приводят. Ну, вот тот же Пригожин там повыпендривался, но Путин просто потом его убил. Я думаю, что так же будет и со всеми остальными вот этими деятелями. Поэтому надо скорее, стоит ждать вот реально массового народного недовольства, вот на это стоит рассчитывать. Вот эти все полевые командиры, ну, у них народной поддержки нет, и Путин их в итоге перещелкает. Ну, между тем, в Москве сейчас усиливают меры безопасности, сообщает РосМИ, там ждут диверсантов из Украины, на въезде в столицу часть шоссе переградили КАМАЗами, также усилена охрана территории в центре Москвы и вокруг Кремля. А как вы думаете, Путина уже спрятали? Ну, Путин-то в Кремле не живет. То есть он реально, вот что с Путиным-то интересно, что он постоянно меняет дислокацию, никто никогда не знает, где он конкретно находится. Он находится в Сочи, там, Бочаровом ручье, или на Валдае, или в Новоогорёво, и у него масса мест по всей стране. Это, кстати, вот техническая сложность, вы говорите, свергнуть его. Просто тем, кто свергает, надо знать, где он находится. По моей информации, там, люди, которые ходят к нему на совещания, они узнают только за сутки, куда им конкретно надо ехать. В Новоогорёво, или в Сочи, или на Алтай, там, или ещё куда-то, да? Поэтому я думаю, что путинская вот тактика, как спастись от каких-то возможных событий, это скорее там блуждать и маневрировать, чтобы никто не знал, где ты сейчас, в данный момент. Но, конечно, вот эти все меры предосторожности, они показывают их общую нервозность, что ситуации у них выходят масштабно из-под контроля, и каждый раз, как они на это дело реагируют? Они тащат какую-то технику, там, оборонять Москву, и так далее. То есть, это скорее стоит рассматривать как признак нервов, пока эта ситуация не трансформируется в какие-то политические изменения в России. Но, с другой стороны, вот если дальше так пойдёт, то, конечно, вопрос о том, а Путин вообще в состоянии контролировать ситуацию в стране или нет, он будет становиться всё громче. Есть ли у вас варианты, что теперь будет делать Путин? Потому что мы видим, что какая-то, ну, мягкая реакция, он там, то ли войска отправляет с украинской территории туда, чтобы контрнаступление сделать, то вроде как и нет, там, с Калининграда отправляет. Но Медведев уже заявил, что Курское наступление будет иметь очень разные последствия для руководства Украины. Есть ли у вас предположения, о каких последствиях может идти речь? Ну, во-первых, к сожалению, я думаю, что здесь надо готовиться к новым раундам вот этих варварских бомбардировок Украины и ракетных обстрелов, обстрелов дронами. И я думаю, что украинские власти военные это хорошо знают. И здесь, конечно, вопрос готовности системы ПВО к этому. Но вот я думаю, что это будет, скорее всего, точно. Вот такие вот какие-то массированные удары возмездия. Что касается вот этих территорий Курской области, которые сейчас контролирует украинская армия, сложная дилемма для Путина. Сложная дилемма. Потому что мы знаем, как они обеспечивают продвижение на фронте. То есть это просто сравнивание населенных пунктов с землей и какими-то невероятно затратными мясными штурмами, где гибнет огромное количество людей. То есть устроить вот такую мясорубку на территории России в Курской области, ну так вот выглядит это немыслимым на сегодня. Хотя еще раз по-другому Путин и российские вояки делать не умеют. Поэтому интересно будет посмотреть. Но с другой стороны, вот еще раз, здесь вопрос в том, что ему для масштабного наступления и попытки снова взять эти территории под контроль нужны люди будут. Людей негде взять. Их вот негде взять. То есть их надо снимать либо с активных участков фронта, либо их снимать надо с обороной и функции по контролю оккупированных территорий, что точно так же оголит и освободит эти оккупированные территории, как это было с Курской областью, и там будет возможность для продвижения у ВСУ. Вот сейчас многие заговорили о том, что он объявит мобилизацию. Окей, допустим, я думаю, что он этого не сделает. Но если, допустим, он даже ее завтра объявит, вот эти мобилизованные люди, они смогут реально появиться на фронте и выполнять какие-то задачи, ну там месяцев через 4-5. К Новому году в лучшем случае. Поэтому ему вот идти, значит, и штурмовать вот эти территории, занятые украинской армией в Курской области, там просто некем. Вот давайте начнем с этого. Поэтому вот такая патовая ситуация, делать ему нечего, и каких-то очевидных вариантов нету, и про ядерное оружие он тоже что-то молчит. Кстати, как раз хотелось спросить, а как же ядерная бомба? Возможно, он готов сбросить на свою территорию? Понимаете, много раз уже это обсуждали, что от применения тактического ядерного оружия нет никаких военных преимуществ. Никаких военных преимуществ. То есть, каких-то скоплений войск или инфраструктуры, которые можно было разрушить и дальше пойти, но этого нету. Совсем другой характер войны, рассредоточенные войска и так далее. То есть, вы применением тактического ядерного заряда не решаете никаких боевых задач, зато вы вызываете кучу возмущения и недовольства во всем мире, в том числе и в России. В России, кстати говоря, опять если возвращаться к опросам общественного мнения, очень четкий здесь ответ. Две трети людей говорят, что ни при каких условиях вообще. И даже разговор о ядерном оружии и его применении не надо начинать. То есть, этой поддержкой никакой не пользуется. Тем более, по своей территории. Давайте так говорить, нету этой опции применения ядерного оружия. Просто нету. То есть, будет очень много возмущения во всем мире и серьезных последствий новых санкций для России. При этом военных преимуществ не будет. Поэтому, видите, когда реально у них возникла такая подгоревшая ситуация, они, в отличие от предыдущих всех месяцев и лет, про ядерное оружие молчат сейчас. Потому что вот прекрасно понимают, что это блеф, пустая риторика и реально применять его им невыгодно и даже вредно. Ну, я думаю, там и Китай точно Путина предупредил. Кстати, по поводу мобилизации. Вот вы говорите, что если Путин даже и объявит ее, то нужно время для того, чтобы подготовить новых солдат. А оружие для такой массы людей успеют сделать? Потому что вот Блумберг пишет, что Путин готов или готовится объявить мобилизацию уже до конца этого года, и ему нужно полмиллиона людей в следующие 12 месяцев. Это большой-большой вопрос. И там не просто, не только про оружие, но и про там тренировочные центры для того, чтобы готовить. Все-таки это мы видели по мобилизации осени 22-го года, насколько это огромная масса людей, и что никакая их там призывная военкоматская инфраструктура и транспортная инфраструктура, учебная инфраструктура, она не справляется с таким наплывом. Поэтому ровно, я не вижу, чтобы они за эти два года что-то решили, ровно такая же проблема будет и в этот раз. То есть, как минимум быстро армию, вот несколько сотен тысяч человек для фронта они не получат. Второй момент, что мы, я думаю, видели по опыту того, что происходило два года назад, что сопротивляемость будет высокая. В этот раз еще выше, потому что они более-менее выбрали всех, кто был готов идти воевать в первую волну мобилизации и за последующие два года вот этим вот заманиванием на контракт. То есть, сейчас мы имеем дело с большой массой людей, подлежащих мобилизации, которые воевать не хотят. Которые, во-первых, будут бегать, и это будет целое дело их ловить. Второе, если их вот даже привести на фронт, то они не будут представлять из себя боеспособную силу. Даже если оружие для них найдется. Поэтому вот новая волна мобилизации – это гораздо больший для Путина челлендж, чем то, что было два года назад. И в целом видно, что вот еще раз, возможности где-то найти много людей, чтобы воевать, у него особо нет. Украина задумывала вторжение, чтобы вывести Кремль из разновесия, пишет Блумберг и говорит о том, что якобы идея нанести такой удар была известна на Западе, но, как заявляет их собеседник, вторжение в Курскую область было неожиданным как для Запада, так и для Москвы. Ну и также пишут, что это очень огромный удар по престижу Путина, потому что уже он не такой величественный и могучий в глазах того же Ирана, Китая и других так называемых партнеров. Как вы думаете, как теперь Путина будут воспринимать его ближайшие союзники и как будут воспринимать на том же Западе? Да, вот это важный момент, потому что было видно по многим признакам, что тот же Китай, например, он страшно раздражен тем, что Путин не может добиться решения каких-то своих поставленных задач за эти два с половиной года, а это превращается все в бесконечную войну, которая Китаю тоже не нравится. И этих сигналов было довольно много. Кстати, Китай очень-очень прохладно себя сейчас ведет в отношении России, то есть вы видите, что основная проблема с Китаем – это полная практически заморозка расчетов экспортно-импортных, и китайские власти палец о палец не ударяют, чтобы это как-то решить. Ситуация становится с каждым днем только хуже. Уже открыто говорят о том, что скоро остановятся торги юанем на московской бирже, и российские власти ничего с этим не могут сделать, и Китай делает вид, что ничего не происходит. Поэтому, конечно, то, что мы увидели беспомощность Путина в этих событиях, это повлияет на отношения с Китаем, безусловно повлияет на отношения с Ираном, потому что там вы видели, что довольно неожиданно тоже по результатам выборов пришел такой избранный президент, условный реформатор Пизишкян, который он в принципе и до этого, до того, как выдвинулся на президентские выборы, он довольно открыто говорил о том, что он считает важным нормализацию отношений с Западом и не сторонник такой кавалерийской поддержки Москвы. Я думаю, что вот это путинское лузерство последних дней и недель, оно будет дополнительным аргументом тоже внутри иранской дискуссии, что не надо бросать ресурсы на помощь Путину, потому что он не может их использовать с выгодой, а он продолжает нести потери, поражения и все такое прочее. Поэтому да, это будет влиять серьезно на поведение таких условных союзников Москвы. Я думаю, что единственный, кто остается, это КНДР, потому что они настолько международно загнанные в угол изгои, что им, в общем, все равно, и они просто будут Путина поддерживать в любом случае в обмен на какие-то вот вещи, которые они тоже от Москвы получают. Но вся эта ситуация действительно выставляет Путина слабым, и это осложнит ему отношения с такими вот сегодняшними относительными союзниками. А может ли это повлиять на Соединенные Штаты Америки, на страны Запада, которые поддерживают Украину, на то, что, ну, в принципе, они видят, что не стоит бояться Путина, что он ни на что не способен, и уже можно дать Украине оружие и возможность бить дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации? Да, вот эта вся ситуация с Курской областью, это очень сильная подача тем, кто призывает не сдерживаться в поддержке борьбы Украины за свободу. И, наоборот, это удар по всем тем, кто там пугал и предупреждал о том, что не злите Путина, у него там красные линии, в гневе он страшен, если там сделать что-то не то, то он нанесет нам такой страшный ущерб. Вот это хорошее последствие, то, что вот люди, которые занимали здравую позицию, что Путин не надо бояться, а надо показать ему силу, а их в позиции сейчас, конечно, кардинально усилились. И, наоборот, ослабли те, кто пугал всех какими-то страшными красными линиями, как мы теперь видим, несуществующими. Поэтому, в целом, конечно, очень такой важный, яркий, нестандартный ход, который многое изменит, в том числе вот в этой всей международной диспозиции, я думаю, что, безусловно, в пользу Украины. Сегодня ночью была самая масштабная атака на российские аэродромы. СБУ и Силы обороны Украины отработали по четырем российским аэродромам. Это Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебская. И наши источники подтверждают эту информацию и говорят, что была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов кабами по линии фронта и по украинским городам. А также ночью в Курской области был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Уничтожение аэродрома в российской авиации. Насколько это болезненно для Путина? В целом, видно, что Украина перехватила сейчас инициативу на фронте очень серьезную. И пока сейчас все силы сосредоточены российские на том, чтобы что-то придумать, что делать с Курской областью. Вот такие важные удары по авиационной инфраструктуре. Потому что это, конечно, главная проблема сегодня для Украины на фронте. Это превосходство российской авиации и массовый выпуск планирующих авиабомб. Поэтому, конечно, это такой грамотный ход, когда все внимание Путина, средоточенное на Курске, дополнительно ударить еще по авиационной инфраструктуре в тылу. То есть видно, что буквально последние пару недель ситуации кардинально на фронте изменилось, и у Украины есть полномасштабная инициатива, и украинская армия не собирается здесь сбавлять обороты. Поэтому да, вот этим замешательством Путина надо пользоваться. Надо действительно переносить всю тяжесть на его территорию и ставить его в как можно более затруднительное положение, пока они там все в замешательстве. Вот этим надо пользоваться. И это хорошо, что Украина это делает. А производить и ремонтировать самолеты есть с возможностью россиян? Ну, она не соответствует темпам воспроизводства, которые нужны в связи с выбытием техники. То есть это в целом по всей боевой технике не только самолеты, но там и танки, соответственно, боевые машины и так далее. Видно, что производственные и ремонтные возможности отстают от темпов выбытия. Поэтому да, они что-то делать могут, производить и ремонтировать, но столько, сколько они теряют, вот этого на воспроизводство не хватает. Поэтому, конечно, в целом надо сказать, что эффективность всех этих ударов по скоплениям, в том числе российской боевой техники, она такая достаточно высокая. Равительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца этого года. Решение принято якобы для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ. Но об этом заявляют. А действительно из-за ремонтов этих НПЗ? Потому что вот раньше вводили такие запреты именно из-за ремонтов или все-таки из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам? Нет, конечно, из-за ремонтов как таковых не вводили, тем более, что там всегда существует возможность с нефтяными компаниями, если это плановый ремонт, то согласовать график, чтобы они по очереди это делали и выбытие мощности было не таким гатастрофическим. Поэтому это, конечно, связано и с ударами украинских беспилотников, которые были весной, и с выбытием оборудования из-за невозможности его обслуживания, потому что санкции против как раз российских нефтеперерабатывающих заводов и запрещено это оборудование поставлять, а взять где-то в другом месте, кроме стран Запада, они его не могут. Поэтому они вот с конца мая засекретили, то есть мы не знаем сейчас данных о производстве бензинов. Можем судить по косвенным признакам. Например, в июле оптовые цены на высокооктановые бензины на Санкт-Петербургской бирже, они достигли практически прошлогоднего рекорда, то есть почти 76 тысяч рублей из-за тонн, и мы видим, например, что розничные цены, вот на прошлой неделе, сейчас ждем данных на этой, но на 98-й бензин, например, более чем на рубль выросли цены в среднем за неделю по Росстату, серьезные росты на 95-й тоже, то есть видно, что дефицит есть, поэтому они вот и закрывают экспорт. К сожалению, объективных данных мы не знаем, но все косвенные признаки показывают, что вот этот кризис производства и дефицита бензина, он есть, он сказывается и на ценах, это вот ровно то, о чем мы говорили в течение предыдущих нескольких месяцев, и вот это все в итоге наступает. Владимир, огромное спасибо вам за разговор, за вашу аналитику, за то, что нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Вы, друзья, поддержите наш разговор своими лайками, пишите обязательно комментарий, не забывайте указывать, с какого вы города, с какой страны нас смотрите, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал и на YouTube-канал Владимира Милова, там очень много интересной информации. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok